14 учащихся обратились в медучреждения. В госпитализации нуждались трое. В настоящее время они остаются в инфекционном отделении областной детской больницы. По словам специалистов, их состояние стабильное. На сегодняшний день динамика у всех положительная, состояние у детей удовлетворительное, никто не температурит, все кушают, чувствуют себя нормально. Анализы кишечные все в работе. Обследуются всесторонние дети, то есть это и вирусология, всевозможные виды кишечных вирусов, это бактериальные инфекции, то есть все причины выясняются. Занятия в данной школе продолжаются. На сегодня большинство учащихся посещают уроки. На базе учебного заведения предприняты меры безопасности, отмечают специалисты. В настоящее время из 82 детей только 37 не посещают занятия. Все остальные дети, как полагается, ходят в школу. Эти 37 детей должны получить медицинскую справку, что не болеют. Только после этого могут посещать занятия. Мы думаем, что в школе нет никакой необходимости вводить карантин. В целях выяснения причин школа подверглась тщательной проверке. В столовой были взяты пробы воды. Специалисты побывали и в домах больных. Сейчас идет эпидсезон вирусных инфекций. Ряд инфекций проявляется как кишечный, абдоминальный симптом. Это диарея, рвота может быть. Сразу, как поступила информация, были проведены по квартирной обходы тех детей, которые отсутствовали. Медработники их осмотрели. Из 80 детей, которые в первый день отсутствовали, 11 обратились за медицинской помощью. Это были им рекомендованы нашими специалистами. По школе организованы утренние фильтры и после обеда фильтры. И тем не менее, при проверке здесь обнаружен ряд нарушений. В связи с этим работа блока питания школы-лицея номер два временно приостановлена. Саня Кубжасарова, Эрмек Леберген, Кокщак, Парад. Продолжение следует...